Сейчас Россия, да, она подвела свои войска к границам Украины, ну и бряцает, как обычно, оружием своим. Вот сейчас с тем, что нет каналов Медведчука, которые в свое время помогали российской пропаганде зомбировать, скажем так, да, таким словом, людей в Украине, помогает ли это сейчас? Вот сейчас Россия подвела к границам Украины свои войска. Помогает, помогает. Здравствуйте. Здравствуйте. Нас все время переключает почему-то, когда мы с вами общаемся. Наверное, товарищ майор какой-то. Да, да. Как у вас дела? Враги не дождутся. Хороший ответ. Я сейчас задаю такой риторический вопрос, вопрос россиянам. Кто следующий? Я ж не русский. Нет, я знаю, что я-то знаю, с кем вообще. Микола Рушница. Вы меня опять, наверное, не помните. Да, мы с вами два раза общаемся. Не в этом дело. Вы какие-то, я задаю вопрос русский, я так на всякие пожарные, думаю, скажу, что я не. Нет, ну я знаю, что вы не русский. Я из Львова, да. Я львовский. Я не русский, я львовский. Да, Микола Рушница. Да, да, слушай. Вот так я задаю такой риторический вопрос сегодня россиянам. Кто следующий? То есть, если вы посмотрите за последних несколько дней, да, вот только вчера, Россия вновь высылает дипломатов, сегодня это уже два сотрудника Болгарии, да. До этого была Чехия. И так вот все страны потихоньку одна за другой становятся врагами России. Так вот я задаю вопрос. Кто следующий? Как вам кажется? Может, вы ответите? Этого не знают даже на российцы. Ну вот кому-то вожа под мантию попадет, завтра Бангладеш может быть. Завтра может быть любой. Вот мы сегодня стрим вели с Сергеем Ивановичем и с Виктором Хазаном. И я напомнил, и Сергей Иванович показал видео. Ой, прошу прощения, фотография в аэропорту в Чехии, кажется, в Праге, стоят эта банда, которых, ну, россиян уезжающих из посольства. Вы знаете, вот больше всего, что прибило? Вот прибило. Вот эти вещи стоят, запакованные вещи там стоят. И гладильная доска. Гладильная доска. Понимаете? И есть фотография выезжающих дипломатов чешских из Москвы. Да, ну там семья, муж, жена, ребенок, жена с ребенком на руках, муж тянет такую тележку для вещей, и там четыре чемоданчика. Больше, меньше, меньше, и там ручной такой кладь. Это выезжает семья чешских дипломатов. А на российских, и я сказал сегодня, что, ну, с большой вероятностью 98 к 1, что в одном из упаковок, наверное, где-то, сука, и унитаз скрутили, свинтили. Или водосливной инструмент. Потому что с гладильной доской не хватает для комплекта еще унитаза. Потому что же это традиционно. С кораблей наших военных унитаз сперли. Вы себе можете писать уровень, уровень, вот что у них в головах, гладильную доску с собой взять. Ну, не у них матрешек, какая разница. Ну, вот в этом они все. Что вывозят людей из посольств? Ну, напрягает это, потому что они же без мозгов. Они, ну, понимаете, Европа попустительствовала России несколько десятилетий. При том, что надо было бить по сусалам, очень жестко их бить и ставить их на место. Оно попустительствовало, что там чуть-чуть нефть будет дешевле, чуть газ будет дешевле. А они эти деньги во благо не пустили. Они эти деньги в основной своей массе украли. А потом этими же деньгами подкупают европейцев и неевропейцев тоже. А весь мир в очередной раз из-за, скажем, не очень дальновидной политики, отдельных политиков европейских, может пострадать и пролиться сотни тысяч, не дай бог, миллионы жизней уйти. Потому что Вова дебил, ему же без разницы семья, а не семья. Так у него семьи же нету сейчас. Ну, его нужно сказать, знаете, я, хотя я очень человек такой лояльный и спокойный, я бы вот этих там, вот женщиной один, женщиной два, его бы держал бы за узду. Он же говорил, вот эти женщины, вот эти женщины, Вова, вот эти женщины. Потому что он должен, сука, получить по хлебалу, он должен получить по-другому никто. Ну, все к этому идет. Дайте бог, чтобы не только Байден имел бейцы, но еще и европейцы. Постепенно. Если у вас есть какой-то вопрос, да, я с радостью на него дам ответ. Да, я хотел спросить именно по поводу Украины. Вот что нужно сегодня сделать Украине, да, и какую политику должна сегодня вести Украина, для того, чтобы именно Европа вела себя более жестче, более напористее и более целенаправленно по отношению России? Украина не должна поворачиваться кормовыми отсеками к России и нагибаться. У нас некоторые наши, некоторое наше руководство любит это дело делать, еще приседать и раздвигать ягодицы. Вот. Нужно показать твердую политику, твердая политика, чтобы была, чтобы с нами считался главный наш, знаете, союзник, это Соединенные Штаты. Главный союзник, ну, нужно всем показать это, главный союзник. Союзник должен дать подзатыльника Франции и Германии. Британии не надо, Британия, все нормально. И вот четыре государства, Франция, Германия, Франция, Германия, Британия и Соединенные Штаты должны Вову посадить на жопу с разгона, и там он должен сидеть, задвинуть на Россию в угол прямой, ну, просто задвинуть его. Они там все должны показать жесткую позицию, а Украина должна показывать, а мы прокладка между вами и Россией. Поэтому, пожалуйста, вот сюда войска, вот, пожалуйста, вот сюда танки, пушки, пулеметы, и вот, пожалуйста, вот это, а мы, а мы делаем вот это. Потому что мы прокладка, мы от нас, от одной границы до другой, до вас, 1300 километров. Или вы будете иметь Россию вот прямо у своих ворот Польша, или вы будете иметь Россию через 1300 километров. Что вы хотите? Я думаю, что Европа выберет через 1300 километров. Она не захочет иметь Россию вот здесь вот на польских границах. Это просто безобразное государство, изгой, которое угрожает всей планете, угрожает всему живому на планете. Вова безумный, просто конченый, его нужно, знаете, дать правовую оценку ему и всем прихлебателям, которые давали разные распоряжения. И должен быть там серьезный суд в Гааге. И он должен завершиться тем, чем завершилось для верхушки суд в Нюрнберге, который вынес справедливый приговор. И основные нацистские преступники были пропущены через... Все. Все очень жестко должно быть. И еще один нюанс, который никто не говорит. Я очень о нем долго думал. После этого всего, минимум на 30 лет, над Россией должно быть введено внешнее управление. Управление. Минимум на 30 лет. Да, страна богатая. Да, поставить нормальных управителей, чтобы нормально эти люди должны работать, получать достойные зарплаты. Перевоспитывать взрослых, воспитывать детей. Чтобы прошло 30 лет, чтобы каких-то три поколения вышло, а потом можно передавать будет власть. Чтобы не было этих коммий, не было этих имперцев гребаных. И жестко садить... Только что-то сказал не то. За империю, за... Мы тут русские, с нами бог. Сразу же... Сразу же уехал на тюрьму. Сразу же. Леса много. Валить есть. Машин не давать. Валить, как валились в 50-х годах. И все. Иначе планета перестанет существовать. Из-за этого образования огромнейшая вероятность того, что на нашей планете жизнь может завершиться. Еще такой вопрос. Пожалуйста. Сейчас Россия, да, она подвела свои войска к границам Украины. Ну и бряться, как обычно, оружием своим. Вот сейчас с тем, что нет каналов Медведчука, которые в свое время помогали российской пропаганде, зомбировать, скажем так, да, таким словом, людей в Украине. Помогает ли это сейчас? Вот сейчас Россия подвела к границам Украины свои войска. Вот сейчас нет этих... Вот что происходит внутри Украины? Что в Украине? Помогает противодействию, но вы знаете, нету второго действия. Ну должно быть все это цельное. Ну, я достал карандаш. Если я достал карандаш, я должен им писать, правильно? А не я достал карандаш, посмотрел и карандаш положил. С Медведчевскими каналами. Да, их закрыли. Правильно. А с хозяевами что? А с теми людьми, которые приходят и говорят антиукраинские лозунги, антиукраинские. Те, которые говорят фразами, как это, не однозначными, а однозначными фразами против Украины. Куда смотрит служба безопасности? Или почему служба безопасности Украины плохо смотрит? А служба безопасности Украины смотрит ровно так, как кивает головой президент Украины. А президент Украины мало... Как это? Ну вот... Человек, который в 2014 году и в 2015, во время начала... Когда было начало войны, он давал концерты в России и там находился. О чем можно говорить? То есть, та часть украинцев, которая приняла решение проголосовать за своего кандидата, получила. Я вот сейчас задаю вопрос многим людям и говорю, а из тех обещаний, которые были на стадионе, можете мне перечислить хотя бы одно, которое ваш кандидат в то время, а теперь президент, выполнил? Это риторический вопрос. И никакого ответа нет. Никакого ответа нет. Поэтому я считаю, что политики, которые дают какие-то обещания, они должны или их выполнить, или их каденция должна очень быстро завершиться. Очень быстро. Дал обещание, не выполнил, пошел нафиг. Потому что вот эти Юлины, как это, газ будет бесплатно или мы вам еще будем доплачивать, еще этого не хватало только. Она еще только не сказала, что мы вам еще за газ будем доплачивать народу Украины. Это же ничего хорошего, это просто популизм. И за популизм нужно политиков наказывать. А как можно наказать политиков? Лишите его доверия и все. Дать Копняка под жопу ему. Можно еще, как это, нуть спину или луснуть ему по спине. Это жалко. Отключилась. В третий раз мы общаемся с Миколой Рушницей, да, и в третий раз нас переключают. Майор переключает нас. Но самые главные тезисы были сказаны, и то, что нужно было сказать, я думаю, Микола сказал. Мы еще раз обязательно пообщаемся с ним. Напишите в комментариях, друзья, что вы думаете по всему этому, по поводу именно российской агрессии, по поводу войск у границ Украины, и что должна делать Украина в этом случае, и как она себя должна вести. Хотя, в принципе, все лежит на поверхности, и довольно все можно спрогнозировать и проанализировать. Я вам всем, друзья, желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok